Вот он, этот же ребенок, кобылка, паночка. Было за ней замечено, что у нее подкашиваются ноги, заносит задок. Передними ногами она так вышагивает, не очень уверенно. И иногда трясет головой. В прошлом году у нас похожая кобылка была по кличке Бусинка. Мы не смогли ее спасти от этой болезни, так как не было лекарства. И все ветаптеки были закрыты, нигде не могли найти. Как раз выпал такой момент, целая неделя, праздничное, начало мая. Ничего не работало. И значит у нас пропала кобылка. И вот на таком горьком опыте лекарство у нас теперь есть. Мы его поставили. Важно отметить, мы поставили слишком большую дозу. Это было утром, сейчас ей уже лучше. Мы поставили, она у нас лежала, не вставала. Это кобыла Аврора. И вот я ее вам показываю. Что она такая невеселая сейчас ходит. Но уже это ей лучше. В общем, хотя мы соблюли всю дозировку, действовали по инструкции. Но видимо какая-то получилась индивидуальная невосприимчивость препарата. Или особая чувствительность. Сейчас уже хорошо, он даже кушает. Я наблюдал за ним, все нормально. За ней паночка. Ну и думаю, будет интересно, если сделаю обзор. И вспомним вместе с вами клички наших лошадей. Героев и героинь. Блог. Русский тяжеловоз. Еще раз повторю. Кобыла Аврора. Ее жеребушка. Годовалая кобылка. По кличке Ангара. Прошлый год у нас тематика названий кличек лошадей была реки мира. Название рек мира. А в этом году мы наверное будем называть по тематике название цветов. Цветов либо растений. У нас небольшой такой опыт был. Это жеребчик шалфей. Например. Ну думаю, будет звучать это красиво. Ромашка. Тюльпан. Ландыш. И так далее. Воронуха. Кобылка. Кобыла. Взрослая кобыла воронуха. Что-то немножко у него глазик слезится. Посмотрим. Этот глазик тоже слезится. Наверное, конъюнктивит. Кобыла ласточка. Одно время мы с ней не знали, что делать. Была хромота на переднюю ногу. Вылечили долго. Она почти два года хромала. Это еще было до ведения блога о лошадях. Кобылка. От ласточки. Катунь. Красотка. Дочь суффикса. Белогривая. Лошади у нас сейчас немножко такие, скажем, не совсем справные. Так как у нас табунное коневодство. А оно подразумевает под собой круглогодичный, круглосуточный выпас. И вот лошади у нас сегодня первый день. Весь табун находится в загоне. А так до этого они у нас всегда пасутся. И мы за ними следим. Кобыла матросиха. Это ее жеребчик. Матрос. Ну, такой реки нету, конечно, названия матрос. Хотя, может и есть. Есть у нас исключения. Монголочки. Такие кобылки у нас бурые, темно-гнедые. У нас их похожих три. Есть кобылки, вот как, например, такие рыжие. Без кличек даже есть. Некоторые. Но большинство с кличками. Вот. Желтая. На самом деле это просто кличка желтая. Масть у нее буланая. Ну, естественно, она произошла от этого. Кличка. От ее масти. Потому что, по-простому, она желтая такая. Но нету такой масти у лошади желтой. И мышастой нету масти. Есть соврасы. Рыжая принцесса. Кобылка. Красотка. Это ее мамка. Кобылка. Есть у нас Эфиопия и Арабка. Это не порода Арабка, а просто кличка Арабка. Из-за того, что у этой кобылки Арабки мордочка так немножко напоминает Арабскую породу. Так. Кобыла-кнопка. Там стоит ее жеребчик Султан. Когда он маленький, он Султанчик. Когда подрастет, он будет Султаном. Так. Кобыла. Сразу кличку не вспомню. Вроде как Венесуэла, наверное. Да. Это Венесуэла. Вот у нее чуть-чуть тут на хвосте седина такая. Так. Теперь, значит, это у нас кобылка Тумбочка. Да. У Тумбочки Лысина полностью идет. А есть еще булочка. Большая Савраска. Это вот та самая, которую говорил, что некоторые конезаводчики вятской породы называют масть этой лошади мышастая. Нет. Не мышастая. Нет такой у лошадей масти. Это Саврасая масть. Она может еще немножко разниться. Быть где-то на пределе с буланным оттенком. То есть, когда более светлая такая. Кобылка Манька вороная. Это ее жеребчик Манькин. Без клички, по-моему. В этом году мы будем стараться прям всех жеребят строго записывать клички. Так. Кобыла. Забава. Кобыла. Вороная кобыла. Задние две ноги белые. черемуха. Полина. Кобылка Лена. Вот за мной как они идут. Соскучились. Вот такие вороные жеребчики. Может быть они с кличками, но я их не помню. Так. Ты у нас кто? Это у нас Норвегия, наверное. Может да, может нет, не помню. идем дальше. Так, вот эти вот у нас буланы и вот такие кобылки. Это Жозефина вроде бы. Нет, это Женева, наверное. Да, это Женева. Так, а это Зефирка от Пегой кобылы от Зазули. Так, идем дальше. Кобыла Панама. Невысокого роста, коренастенькая кобылка. Сложная кличка, но я ее запомнил Атабаско. Да, такие они немножко сейчас похудевшие, лохматенькие такие. Так, вот у нас такие монголочки вот еще есть, тоже без кличек. Мадонна, кобылка. Вот у нас жеребчик Талас, кличка Талас. Если это жеребчик, нет, от вороной красотки, от черной красотки. Это кобылка тоже без клички. Так, Багира, не Багира, дочь Багиры, кобыла Баржа. Это ее жеребчик прошлогодний, Байкал. кличка Байкал. Наверное, правильнее сказать не только название рек, но и озер, потому что Байкал это озеро. Так, вот они дерутся, как. за внимание. Кобыла Бразилия. Чтоб я ее погладил просто. Подходит, чтоб я ее погладил. Вороная. Это случайно у нас не арабская ночь? Наверное, она. арабская ночь. Я думаю, что она такая ручная ко мне подходит. Так, тар-тар-тар-тар-тар. Дальше идем. Так, ты у нас кто? Черная красотка. Вот тоже она. Лошади худенькие, возле тебеневки. Саврасая стрелка. мы ей одели GPS-ник. Она у нас одно время взяла моду уходить из табуна со своими же ребятами на приличное расстояние. И чтобы ее легче находить, повесили GPS. Кобыла Германия. Так. Это от Германии кобылка без клички. Хотя ей надо дать кличку. Она смотрите какая мощная. Ноги толстые, мощные. Германия полукровка. Дочь русского тяжеловоза суффикса. И уже это у нас либо от баланса, либо от лакмуса. И уже получается такая кобылка. Уже можно сказать прям конкретно. Тяжеловоз тяжеловоз. Через полтора-два месяца они все округлятся, будут сытые, вылинеют, заблестят. Так. Вот вторая сестра. Там значит у нас арабка кобылка, а это эфиопия. Это ее рыжий жеребчик эфиоп. До того, как была тематика названия рек мира, водоемов, была у нас также тематика названия стран мира. От этого у нас тут и появились такие, как Германия, Бразилия, Боливия, были и Чили, и Аргентина, и Колумбия была, кубок где-то здесь есть. То есть было все просто. Я привез 10 кобылок из одного места, и чтобы их быстро и легко запомнить и из виду не потерять, дал им название стран мира, именно материка Южной Америки. И у нас получилось, что легко их так всех запомнить. Есть просто такие клички, как Савраска, например. Таких три кобылки. Это просто Савраска, у нее нет отметин. Есть Савраса Стрелочка. Она точно такой же масти, но уже с небольшой лысинкой на морде. Вот она стоит. Третья кобыла тоже Савраска, но она самая большая среди трех. И у нее кличка большая Савраска с прилагательным. Конечно, лошадям так клички не дают, но у нас все можно. Все возможно. Кобыла Лада. Также есть кобылки, которые были куплены например из одного хозяйства. таких четыре кобылки было привезено из Челябинской области Уйского района. И у них у всех были уже клички. И мы их не поменяли. Они так и остались. Это вот Злата кобыла белогривая такая кобылка вначале я про нее говорил. Забава, Полина и Аврора. Вот четыре они у нас. Мы их купили в шестимесячном возрасте. Так. Рысачка. Жеребчик Урал стоит. Рысачка. Немножко у нее экстерьер такой с горбинкой в области поясницы. Так. Есть у нас вот постоянные зрители канала хорошо знают эту историю про кобылку, которая в пятидневном возрасте осиротела. Жасминка. Еще также в комментариях было написано, что хорошо сочетается две породы. Орловский рысак и русский тяжеловоз. И вот жасминка является именно такой двухпородной помесью. Ей в этом году три года. Она, конечно, заметно некрупная. крупная. Это все результат искусственного кормления. Выращено на коровьем молоке. Разводили молоко коровья на 50% с водой. Добавляли туда ложечку сахара, лучшую ложечку меда. и каждые два часа по 200 грамм первый месяц выкармливали днем, ночью, потом перешли на пол литра. И вот потихоньку выросла. Сейчас уже с табуном ходило все. Эта кобыла не наша. Она прибилась к нашему табуну. Завтра мы, наверное, ее отдадим. поэтому она и стоит. Одна одинешенька в сторонке чувствует себя как в гостях. Ну, все. В общем, такой небольшой обзорчик. Конечно, не про всех лошадей мы рассказали. Например, в поле осталось, однако, было вороная стрелка с годовалым жеребенком. Когда стал загонять табун, смотрю, она сторонится. И мне показалось так, как будто бы она собирается жеребиться. Поэтому я ее там оставил. Еще небольшой момент. В данное время года при табунном коневодстве нужно очень внимательно следить за поведением, настроением у каждой лошади. Пребывая в табуне, внимательно смотреть за каждым жеребенком, за каждой лошадью. Если на ранней стадии заметить, лошади подкашиваются ноги вялое состояние, то можно с уверенностью предположить, что лошадь укусил клещ. И нужно поставить ей лекарство. Таким образом можно ее спасти. Лекарства есть. Они называются Бабизан 12% 2 кубика на 100 килограмм. Пиростоп 2 кубика на 100 килограмм. И лекарство Неозидин. Это все аналоги лечат одну и ту же болезнь. То есть целую группу, скажем, большое количество названий болезней, которые переносит иксодовый клещ. Это например, еще раз повторю, энцефалоэмилит, барлиоз, пироплазмоз и еще есть. Там в общем их 8 названий. Сразу всех что-то так не вспомню правильно. Так. Огнедой стрелки кобылка Волга. Вот. Ну все, друзья. Всем пока. Тут у нас сейчас дела намечаются. проехо. и вот хと все, да. Я вообще Продолжение следует...